Пассажиров на остановках общественного транспорта согреют инновационные технологии. Интересными идеями краснодарцы делились в прием на Единой России. Личный прием горожан провел секретарь местного отделения партии мэр Владимир Евланов. Участники встречи вместе искали поддержку социальных инициатив и просили защиты от недобросовестных застройщиков. На октябрьский прием записались шесть человек. О самых злободневных обращениях в сюжете Наталья Ястребовой. Наталья Попова руководит общественной организацией, которая объединила волонтеров для помощи детям-сиротам и замещающим семьям. Она подняла актуальную для города проблему. В Краснодаре примерно 800 детей с синдромом Дауна и две сотни с диагнозом аутизм. Коррекционные программы, в которых они нуждаются, семьям, как правило, не по карману. Между тем, ранняя диагностика этих заболеваний крайне важна. Как правило, аутизм подтверждают, когда ребенку уже исполнилось 5-6 лет. Но если его диагностировать в младенческом возрасте и уже тогда начинать заниматься с малышом, это шанс для таких детей на успешную социализацию в обществе. Специализированно с ними никто не занимается. Есть какие-то центры, где ведутся какие-то единичные занятия с ними, по бешеным, совершенно неподъемным для этих родителей суммам. В нашем проекте есть психологи, которые готовы работать и делать. Если у нас будет помещение, мы сейчас работаем, снимаем где-то по три квадрата, чтобы провести занятия. Волонтеры центра, психологи, врачи и педагоги работают с детьми на общественных началах. А родители, которые обратились за помощью в центр, таких уже больше сотни, готовы даже сделать ремонт в предоставленном помещении. А пока занятия пришлось прекратить из-за проблем с арендой. Краснодару необходим такой специализированный центр, рассчитанный на эту категорию детей, уверена Наталья Попова. Инициатива полезная, отметил секретарь местного отделения партии. Проработать это предложение Владимир Явланов поручил управлению по социальным вопросам. Если нам что-то организовывать такое серьезное и с сопровождением, и партийным, и административным в этом деле, то нужно поглубже изучить этот вопрос. Давайте после изучения здесь на уровне моего заместителя, Синюгина Татьяна Юрьевна, мы это дело не только рассмотрим и примем решения, но и известим население чисто информационно о тех возможностях и действиях, которые мы предпримем. Я думаю, что это сама проблема охватывает очень большой круг семей в городе и очень важна для того, чтобы мы это реализовали на очень высоком уровне. В переулке Тихом покой жителей нарушили амбициозные планы соседа. 20 соток в частном секторе выкупила строительная компания и теперь пытается получить разрешение на строительство 16-этажного дома. Эта зона якобы переведена из частной застройки в общественно-деловую. А необходимых для этого слушаний в округе не было, жалуются Евгений Ряховский и Николай Воронин. Владимир Явланов тут же делает контрольный звонок в департамент архитектуры с четкими указаниями. В огородах частного сектора этажи новостроек расти не должны. Это дело не приветствуется сейчас, поэтому я буквально сегодня дам поручение и все действия, какие там связаны с разрешением на строительство, они будут отменены. Я этого не допускаю, но вдруг какие-то самовольные действия там начнутся. Вот, вдруг, значит, в прием ко мне позвоните. Евгений Ёщенко продает обогреватели инфракрасного излучения. Особенность этих приборов в том, что нагревают они не воздух, а предметы в радиусе 15-20 квадратных метров. Пока техника работает в кафе на открытом воздухе и летних беседках частных домовладений. Фанат передовых технологий готов идти дальше и предлагает опробовать обогреватели на остановках общественного транспорта или организовать уголки тепла в городских парках. Это электромагнитное излучение, то есть это, по сути, солнце. То есть мы получаем такой кусочек солнца, который создает приятное ощущение, попадая на кожу человека. А вот сама арматура для крепления, для применения, то есть это поставляется вместе с производителем этих ламп. Испытать опытные образцы на предмет их пользы и аппетитов потребления электроэнергии предстоит департаментам городского хозяйства и транспорта. Краснодарцы, которые зимой будут ждать автобус на подопытной остановке, с удовольствием поучаствуют в эксперименте. Наталья Ястребова, Дмитрий Забелин, Юрий Клочинов, телекомпания «Краснодар».